Губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный посетил один из самых известных долгостроев – автодорогу Наринмар-Усинск. В настоящее время там осуществляется строительство первого участка общей протяженностью 23,3 км. Репортаж Ольги Русул. Протяженность недостроенного участка автомобильной дороги Наринмар-Усинск на сегодняшний день составляет 50,5 км. Работы ведутся на первом участке этой дороги общей протяженностью 23,3 км. Сейчас мы находимся на первом участке, в втором этапе. То есть протяженность всего порядка 6,7 км. Осталось, наверное, около километра. И уже на следующей неделе, в четверг, уже поедет итоговая проверка. То есть мы уже, так сказать, один этап сдадим. После этого останется нулевой этап строительства. Это порядка 6,6 км с ремонтом моста через реку Шапкино. Его стоимость – порядка 3 млрд рублей. Торги по этому участку дороги пройдут в следующем году. Третий этап строительства должен быть завершен в августе будущего года. Но подрядчик планирует работать на опережение и сдать все участки в эксплуатацию к концу 2022 года. Второй этап дороги мы сдаем с опережением сроков на год. То есть этот участок должен будет сдаваться в октябре следующего года. Сдаем мы его сейчас. То есть у нас, в принципе, все работы идут с опережением. Объем средств из федерального бюджета на продолжение строительства автомобильной дороги Нарин-Марусинск на период 2020-2022 года составляет 10,04 млрд рублей. 2020 год – 4,150 млрд рублей. 2021 год – 2,970 млрд рублей. И 2022 год – 3,280 млрд рублей. Необходимый дополнительный объем средств из федерального бюджета на период 2021-2022 годов – 5,54 млрд рублей. Кассовое исполнение средств федерального бюджета в текущем году – 3,15 млрд рублей. Между Центром стройзаказчиком и Обществом техносферы заключены государственные контракты на строительство трех этапов автомобильной дороги общей стоимостью 6,7 млрд рублей. При этом сроки исполнения по первому и второму этапу 30 октября следующего года, а по третьему этапу 20 октября 2023 года. Это будет полностью отдельный комплекс. Будет приобретено еще 40 самосвалов, 24 единицы дорожно-строительной техники и 15 единиц вспомогательной техники. Также под строительство второго участка будет закуплен отдельный комплекс жилой. Полностью будет отдельный поселок. Суровые условия окружающей среды требуют особых технологий. Специальная армированная сетка для прочности дорожного полотна, чтобы покрытие выдерживало возложенную на него нагрузку. Фильтрующий кусок. И это все уплотняется? И это все уплотняется, непосредственно, да. Можно вперед пройти, посмотреть, как уже после уплотнения. Губернатор поинтересовался условиями труда строителей, ведь работать им приходится в максимально суровых условиях. Представитель подрядчика заверил – техника современная. Как у вас там? Тепло? Да, нормально. Нормально? Какая техника современная. Техника, да. Я говорю, мы максимально ушли полностью от использования нарушенного труда. Также техника вся, планировочный экскаватор, и все у нас оборудовано 3D-системами. Сейчас еще вышли новая модель ТВ-системы, сейчас уже устанавливаем ее на новую технику. Вовремя платят зарплату? А? Вовремя платят зарплату? Да, вовремя. Вовремя платят зарплату. Вы здесь, на этом участке работаете? Да. Ну, дорога свяжет в будущем на Рену-Марк с большой землей. Я думаю, должна уже больше. Губернатор отметил огромную значимость строительства автомобильной дороги для жителей Ненецкого округа. Эта дорога для нас, для жителей округа, жизненно необходима. Вот посмотрите, в этом году мягкая зима, и зимник станет только в лучшем случае к январю. А это значит, промышленные товары, продукты питания, стройматериалы смогут завести много позднее. То есть сегодня мы не имеем с вами круглогодичного автомобильного сообщения с большой землей. И эта дорога свяжет нас и разорвет эту блокаду, изоляцию. Мы с вами своими глазами убедились, что работы идут в полном масштабе, что дорога строится. Посмотрите, по какой технологии все строится, качественно. А это значит, что через несколько лет мы сможем с вами по этой дороге проехать не только зимой, но и в любое время года. Добавлю, в ноябре 2020 года заключены государственные контракты второго этапа на строительство второго участка данной автомобильной дороги протяженностью 20,59 километров на общую сумму более 7 миллиардов рублей. Окончание октября 2023 года. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север.